Любовь Виханова часто покупает товары в маркетплейсах. В основном одежду и косметику, но в августе прошлого года решилась на покупку техники онлайн. Приобрела парогенератор. Товар пришел исправным, с документами и гарантийным талоном. Одежду отпаривал хорошо, Любовь была очень довольна. Все было нормально, пользовалась, меня все устраивало. Но буквально неделю назад, очередной раз, когда стал его использовать, в конце глажения он начал стрелять по искры какие-то и пошел дым. И все, и он у меня испортился. В данном случае я не знаю, как из этой ситуации выходить, потому что я не очень сведущая в таких вопросах, куда мне обращаться и мои дальнейшие действия. Когда покупаешь в магазине, человек сохраняется, гарантийный талон у тебя на руках. И ты знаешь, куда идти и какие, в общем-то, действия предпринимать. А сейчас я просто в растерянности. Я не знаю. По словам экспертов, закон о защите прав потребителей распространяется и на покупке в интернете. В случае поломки или неисправности техники, ее можно сдать в ремонт или вернуть деньги. В первую очередь нужно разобраться, кто является продавцом товара. Раньше им нередко выступала сама интернет-площадка. Сейчас все чаще она является лишь посредником. На сегодняшний день это немного тоже осталось. То есть некоторые товары у них есть вот собственные, и они их просто продают. В этом случае он является обычным продавцом, и следовательно, они просто такой же продавец, как будто мы купили в магазине. Если маркетплейс всего лишь посредник, фактически он отвечает только за качество информации о товаре, которую он предоставляет потребителю. Она должна быть достоверной и полной, а претензию нужно направлять продавцу товара. Узнать, кто является продавцом, несложно. Для этого в приложении маркетплейса нужно найти раздел заказа и отыскать товар. Маркетплейс выставляет информацию о том, кто является продавцом этого товара. Соответственно, при необходимости покупатель может эту информацию получить как от маркетплейса. Ну, собственно, у него в заказе уже эта информация будет. Если чего-то не хватает, ему необходимо будет получить эту информацию в более расширенном формате. Он может делать запрос, Эту информацию обязаны предоставить, и никогда проблема не возникает, предоставляют. Помимо информации о продавце, в разделе заказа хранится электронный чек, а также адреса сервисных центров. Если в вашем городе есть сервисный центр фирмы-производителя вашего товара, нужно распечатать чек и отнести его вместе со сломанным товаром туда. Если сервисный центр находится в другом городе, придется понести почтовые расходы на отправку сломанного товара. Фактически это происходит так же, как в обычном магазине. Мы же сами идем в магазин, то есть мы товар несем в магазин, за ним никто не приезжает. И здесь точно так же, фактически изначально он вынужден будет понести эти расходы самостоятельно. Если продавец, опять же таки это законом о защите прав потребителя предусмотрено, может проводить экспертизу товара, и там если уже установят, кто виноват, сам потребитель или это действительно заводской брак. Вот если будет установлено, что да, это не вина потребителя, это какой-то гарантийный случай, то в принципе потребитель может предъявить и вот эти вот расходы на пересылку этого товара, но и какие-то сопутствующие расходы он в последующем может взыскать. Любови Вихановой повезло, к услугам почты прибегать не придется. Сервисный центр фирмы-производителя парогенератора в Самаре есть. После того, как она сдаст туда технику, будет произведена экспертиза, и парогенератор либо отремонтирует, либо вернут деньги. По закону на принятие решения отводится 45 дней. Виктория Шарая, Николай Епифанов, Константин Головин. События.